Одна из самых складанных трасс краины, Пеачерская тропада, помогла могилючанам стать лидерами першинства краины по атриатлоне. В рамках чемпионата краины Могилёв собрал лепших спортсменов на одной пляце улцы. У такой надворья хиба только спортивный обовязок может вытягнуть человека на улицу. Температура по ветру плюс 12, а воды по отшуваниях 9-10. А лет триатлонисты звыкла пронавить гидрокостюмы к образмяться и распочать с поборницей с заплыву у 750 метров. Ваш костюм позволяет сколько выдерживать, какую температуру? Где-то на 9 градусов еще можно плавать. Вода. Минус. Плюс. Нет, плюс уже не удерживает. Как вода? Рабочая. Это сколько по ощущениям? Ну, 18-19. Когда-то мы 30 лет начинали, гидрокостюмов не было, но ничего, тоже терпели, заканчивали дистанцию и не короткие, а очень длинные дистанции. Вид спорта комбинованный, один из самых складанных участок подрыхтовки. У командным залику стал куробить на особливости кожного спортсмена, из которых избирается агульная перемога. У нас здесь есть яркие примеры. У кого-то, это можно увидеть на примере девочек, у кого-то сильный бег и велосипед, но слабое плавание, как это было у третьей нашей женщины, Рулькевич Кристины. А у кого-то, наоборот, Бородина Ангелина хорошо плывет, но чуть-чуть слабее ездит и постоянно идет борьба на протяжении всей дистанции. Ну, так устроен триатлон. Могилевский чемпионат дает додатковые баллы тем, кто худким часом поеден с поборницей у Болгару и Венгру. Якое место среди европейских атлетов займуть могилевские спортсмены, доведаемся на проконцы месяца. Седа Каспарова, Александр Артемьев, Новины Регион.